Свою армию оловянных солдатиков Вячеслав Лапашов начал собирать еще в детстве. Первыми экспонатами стали пограничник с собакой и лыжник. За полвека службы время не пощадило бойцов, и краска почти стерлась, но они по-прежнему стойко стоят на посту. Детская игра постепенно переросла для Вячеслава в увлечение всей жизнью. Я их собираю по одному, по два, по три, по несколько. В стране, в городе, в других странах. Где-то сам покупаю, где-то привозят люди. Военные музыканты, десантники, мушкетеры, средневековые рыцари в кольчугах и еще сотни и сотни представителей различных родов войск. Оловянные воины разных эпох и стран навечно застыли в готовности принять бой за свою Родину и Отечество. Это же интересно. Понимаете, такая целая история мира. Она вдруг... У тебя история на столе, у тебя в шкафчике. Я бы посмотреть могу не только я на нее, но на нее могут посмотреть другие люди. Каждый воин занял свое место в строю на полках музейных стеллажей, которые представляют собой конкретное историческое событие. Теперь уникальную коллекцию может посмотреть каждый желающий в Центре военно-патриотического воспитания, который открылся на базе Клуба здоровья. То, что здесь представлено и то, что вы сегодня здесь увидите и услышите, это большая-большая ценность, которую надо просто-напросто беречь, приумножать и доводить до сведений наших горожан. Первыми гостями музея стали педагоги, родители, воспитанники Центра внешкольной работы. Мальчишки и девчонки с интересом рассматривали миниатюрных солдатиков и слушали пояснения. Елена Грескова, Максим Нифонтов, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.